друзья всем привет сегодня 15 у нас апреля и я хочу представить вашему вниманию распаковку пневматического пистолета атаман ap16 версия silver compact то есть это укороченная версия и бывает две long с длинным столом и укороченная с короченным столом вот я для себя решил приобрести именно такой вариант производитель мзво значит купил я этот предмет за 53 тысячи рублей на заводе изготовителя в москве и доставка была до владивостока транспортной компании сдек в принципе в принципе из всего того что я заказывал из москвы и за границей это была самая реально быстрая доставка 12 числа я оплатил 15 числа я уже получил заказ мне принесли его прямо домой ну реально очень быстро значит упакована посылка точно так же как мне пообещали ее там упаковать то есть это обычная картонная оригинальная коробка то есть не коробка в коробке обычная коробка атамана сверху замотанная черной пленкой и такими капроновыми стяжками типа водка холодильники обматывают что удивило что удивило сертификат наклеен сверху что говоря вот пневматическое оружие я покупаю не первый раз уже и обычно она находится внутри коробки в данном частном случае почему-то она наклеена сверху вот значит по сертификату смотрите я вам показываю более крупную картинку что кто не видел ни разу как она выглядит сразу могу сказать что здесь есть какой-то номер не знаю уникальный номер это ли нет этого сертификата но сразу бросается в глаза что действует сертификат по 5 марта 2020 года то есть по существу этот сертификат уже просрочен вот ну не будем затягивать давайте приступим к распаковке я не готовился заранее к этому видео коробку ни разу не раскрывал все что вы видите это реальная боевая распаковка посылки сдэк до вас я ее не открывал на самом деле я получил ее еще два часа вот сюда сейчас уже вечер глубокий специально не хотел распаковывать без видео чтоб вы посмотрели как выглядит изделие мзво 2020 года выпуска в принципе я я на самом деле не знаю какого года выпуска там изделия но мне честно пообещали что там будет именно экземпляр двадцатого года так что тут у нас дальше есть дальше на самом деле все очень просто снимаем эту пленку убираем ее в сторону что мы здесь видим обезличенная коробка никаких здесь надписи ничего здесь нет ни сына вот здесь есть одной стороны не знаю видно вам хорошо или нет значит здесь написано модель ap16 512 дробь с серийный номер указан 502 032 дата производства 20 февраля двадцатый год сделано в россии атаман открываем коробочку что говоря я думал меньше коробка значительно субъективно когда смотрел обзоры на ютюбе что здесь у нас есть ну традиционный для атамана пакетик синий кулечек здесь у нас опять паспорт изделия гарантийный талон заправочный штуцер шестигранник набор запасных колечек резиновых доставать я это не буду она нам интереса не представляет и здесь есть внутри тоже еще один сертификат тоже смотрите на экране показываю вам его крупным планом но здесь уже написано срок действия до двадцать четвертого февраля я не знаю чем отличаются эти сертификаты чуть позже я их достану и сравню чем они отличаются хотя в принципе да нет же я вы почти уверен что здесь ничего другого нету да здесь ничего другого нету не буду томить вас мне самому уже очень интересно посмотреть открываем убираем вот он друзья мои пистолет атамана п-16 версия silver compact надеюсь вам видно рукоятки именно такие как я и хотел эта сторона сбоку давление на нуле немножко это напрягает да хочется знать держит ли он давление или нет с виду никаких я косяков здесь пока что не вижу все сделано очень хорошо и я вам наверно сейчас еще покажу если так видно плохо покажу все это еще в увеличенном виде но пока ребят мне очень нравится я думал что он будет тяжелее что он будет тяжелее ну что же давайте посмотрим его в более увеличенном виде друзья надеюсь вам так видно лучше показываю вам его ближе номер 502 032 соответствует тому что написано на коробке made in russia с левой стороны какие еще надписи присутствуют атаман фирменный логотип да на резервуаре на резервуаре вот так вот вам покажу но наверное слишком мелковато наверно вам не видно наверно не видно здесь написано что протестировано до давления 450 бар вот срок службы этого резервуара баллона высокого давления 10 лет опять же написано атаман made in russia сделано в россии вот опять показываю вам со стороны дула давление на нуле мы сейчас его задуем посмотрим что здесь он травит не травит правая половина пистолета что здесь смотрим из надписи атаман опять же фирменный логотип предохранитель здесь подписан вот моделя по 16 калибр пять с половиной миллиметров вот ствол здесь нарезной стоит лотер вальтер вот с этой стороны вам показываю смотрите пожалуйста вот эта сторона но в принципе в принципе я никаких таких каких-то изъянов косяков не вижу кстати говоря кстати говоря в коробке вместе с пистолетом еще идет сам модератор что нам стоит его накрутить ведь правда же это же интересно миф это или реальность что вложены в коробку сам модератор на самом деле бесполезен потому что при его вкручивание он не плотно соединяется со стволом и более того там якобы остается зазор давайте проверим так и это или нет я максимально приблизил вам как может моя камера вот сам модератор я уже чуть-чуть здесь наслюнил но отключу вам покажу его эта сторона плоская здесь вот вкручиваем его вкручивается очень легко вам должно быть видно сейчас момент истины и вот смотрите сначала торец ствола соединяется параллельно впритык к срезам с адмодератором и у меня еще миллиметр резьбы есть свободный то есть я могу даже еще подтянуть то есть в этой версии в этой версии 2020 года выпуска косяк с модератором его убрали его нет то есть я накрутил полностью и никаких зазоров никаких резиночек здесь подкладывать не нужно вот поэтому на текущий момент это миф ничего подобного нету вот но кстати говоря хочу сказать про упаковку как бы там не хвалил атаман свою вот эти вот застывающие жидкие пакеты все равно на самом модераторе есть царапины которые оставил пистолет на своей рукоятью насколько я понимаю то есть сам пистолет целый невредимый а здесь такие слабые но есть две царапины и мне кажется что за изделие до изделия 53 тысячи рублей ну можно немного упаковывать покачественнее да ну мне так кажется ребят как думаете вот это само по себе изделие мне кажется не стоит этих денег но если вам очень сильно зачесалось если очень сильно хочется вот ну что ж поделать приходится покупать видите такие штуки себе давайте сейчас его задуем посмотрим держит ли баллон давление пистолет накачан 250 атмосфер мы в него задули задули есть есть такая особенность перед тем как накачивать нужно полностью взвести его до щелчка только после этого нужно накачивать в противном случае если вы этого не сделаете то весь воздух через заправочный порт через открытый полуоткрытый клапан редуктора будет уходить через ствол наружу его не накачайте вот такая вот особенность есть это мне сказали в магазине ну в принципе совет этот пригодился на этом друзья у нас все дальше подписывайтесь на канал у нас будут пострелушки с этого пистолета будем стрелять по бумаге по металлическим банкам консервам поэтому будет интересно а на этом все пока